Как они собираются сохранить. Поэтому призывают-то никуда. По словам мы знаем одного из детства поэта. Мы говорим Ленин, подразумеваем партию, говорим под партией, подразумеваем Ленин. Все, подразумеваем что-то. Поэтому говорим одно, а делаем другое. По сути-то дело расходится со словом, поэтому призвали. А дальше что? А дальше-то пустота. Люди-то увидели. Одни идут за чудесами, а другие приходят, видят, что ничего не понятно. На каком-то церковно-славянском языке, повернувшись к народу, бубнят чего-то. Ну, один раз пришел, второй раз пришел, а дальше то что? Чудеса не происходят. Мироточения нету. Исцеления нету. И что я туда буду ходить? Поэтому, конечно, не будут наполняться эти храмы. Они под церковью-то, разумеет, только здания, храм. Они имеют в виду церковь, что она должна являть, в основу которой положено тело Иисуса Христа. Вот еще этот Иларион, когда интервью давал, как раз вопрос этот корреспондент сказал. Вот, говорит, значимые, говорит, значимые там были за пять лет вот интронизации патриарха Кирилла. Было значимых там много событий. И вот, говорит, последний, говорит, это поезд Престой Богородицы и дары. Говорит, ну и как? Это же, говорит, неоднозначно. Корреспондент, говорит ему, Илариону, митрополитову, это, говорит, неоднозначно же все. Я так, это, потому что, говорит, отзывы-то, говорит, ну да, были, говорит, такие восторженные отзывы, но в основном-то люди ничего сказать не могут. А когда вот были дары, вот волхвов привозили, там несколько было интервью, и люди одно и то же. Ой, подходила такая энергетика, ой, такая благодать, и больше-то ничего сказать не могут. А там какой-то стоит, монашек его спрашивает. Ну, а самое главное это, чудеса-то были. Он такой, такой еще, ну, а как же, были. И сразу, ну, расскажите пример. Он, вот это уже тайна. То есть называется «Рака за камень завести». Алифтина Пантелеевна, она врача. Алифтина Пантелеевна. Алифтина Пантелеевна. Мне очень интересно, когда все-таки прослеживается ли в истории, когда началось это. Написано же, муж одной жены, епископ. А прослеживается, когда началось это, что неженатые должны быть епископы. Отступление, когда это, история. Ну, можно. Ну, в 2051 году гонения Деки начались в Карфагенской церкви. Так, в 2000 году. Ой, в 2000. Почему ты? В 251 году. В 251 год. В 251 году. И когда Деки гнал, там был благочестивый епископ. Вот он участвовал в Карфагенском соборе. Был такой там Карфагенский собор через сколько-то времени, там, в 300 каком-то, в 12 что ли году. И он там претерпел много испытаний. Он исповедником был веры Христовой. И как раз вот он поставил преграду, когда начали говорить, что вообще все священство, на этом соборе говорилось, все священство должно принять монашество. И вот он один только поднял вопрос. Братья, нет, так не должно быть. Господь не это заповедал нам. А кто вмещает, тот да вместит. И он вот этими словами Христовыми, там их сколько-то было, человек, наверное, около 180 епископов. И он один восстал. И вот его один голос победил. Вот Игнатик, значит, тоже об этом где-то пишет. И как раз я это все вытащил, да, по-моему, на Карфагенском. Но на одном из соборов, во всяком случае. Вот как раз вот, ну, он к этому причастен. Как еще это, скажи его. Я не могу сейчас сказать. Я на память, на имена не памятлив. Ну, если кому надо, вы прочитайте этот вопрос у Игнатия Тихоныча есть в 7-8 томе. Он идет. Ну, там сейчас что идет, спросите его. Памфилий как-то или что-то, вот я сейчас. И вот это, то есть вообще хотели, чтобы все священники были монахами. Вот как вопрос уже тогда стоял. Это 300-й год. А когда все-таки приняли-то, победили? Да никто не победил, никто ничего не принимал. А как же это? Игнатий Тихоныч, вопрос здесь, вы это помните, как раз, как бы я-то его вам задавал, вы отвечали у себя в 7-8 томе. Один из исповедников-то, епископ, на Карфагенском соборе или где хотели полностью всех священнослужителей сделать монахами? Залебат когда был? Это просто был собор, он был еще типа как Карфагенский, в каком-то 312 году или... Это Эльвирский, наверное, собор. Нет, я сказать не могу, это не относится к книге правил. Нет, это не к книге правил относится. Ну, это, как называют, частное мнение. Было одно время то, что запретить, не женатым даже священниками быть-то, но они уже хватили, дальше некуда. А вот вопрос поставить, чтобы ни одного монаха там не было, вот этот вопрос не поднимали никогда. Они... цель-то была одна, что ничем не связано, человек, семьи нету, он для Бога будет всем умом, всем сердцем быть. Мысль-то хорошая была. Ну, надо же было посмотреть, природа человеческая остается та же самая. Ну, чем он будет заниматься? Ты посмотри вот сейчас, которые приходили на крещение, там у нас же засняли все это дело-то. Так смотреть просто опасно. Это барнаульские священники, барнаульские, они как на подбор одни. Вот посмотрите на снимки-то, это явно, что человек не изработался, ничего. Вот идут обыкновенные прихожане, и вдруг священник, вот при хризон одеты на него, и он сам вот такой вот, вот такая вот рожа красная, начинаешь говорить, он ничего не видит, он просто сбивает тебя и все. Второй идет такой же, третий вот с таким вот животом. Все это, нормально? Ян Златоус это все высмеивает. Тебе что, говорит, в жертву решили привезти? В жертву надо было упитанных овнов приносить. Или что, город готовится к осаде? Это же никуда не годит. И вот этот вопрос, отсюда дальше, отсюда, сон и ожирение, и блуд, они в обнимку идут. Они этого не понимают даже. Игнат Игорь Тихонович, так с какого времени все-таки вот это, от слов апостола Павла, Иисуса Христа, скажем, через него, что епископат не женатый-то должен быть? Где-то это было принято на каком-то... Да нет, не было. Или как? Или это стихийно пришло вот просто в жизнь церкви? Им нельзя ничего разрешать. Они сразу захватывают эту позицию, они смотрят, как на завоенную рубеж и идут дальше. А они дальше, значит. Самые страшные каноны, это где монашеская власть. Даже следующий канон приходит в собор и говорит, вот они признали канон, мы его не можем отменить, он уже принятый, как Сарат Аксирсов. Закон, не имеет права отменить свое распоряжение. Помните, Вереми? Да, конечно. Я другой в догонку могу дать закон, а тот, который закон вас убивать, он так и будет действовать. А вам дается разрешение другим законам обороняться. Это Испирь. Все? Испирь. Ну, Испирь. Испирь. Так вот здесь та же самая история. Вот они немножко-немножко только монахам разрешили там как это, а они сразу захватили эту позицию. А дальше они безжалостно истребляли все, что на пути встречалось. Вот считаешь, какие они принимали законы. Следующий приходит в собор, а они видят это правило неотменяемое и говорят, не знаем, как эти святые отцы могли такое правило сделать. Правило, в котором сказали, если будет каяться, даже умирать, не принимать покаяние, чтобы он умер в отлучении, умер в анафеме, чтобы непременно в аду был. Там злоба сверхсатанинская. Так и следующие святые отцы говорят, мы не знаем, как они могли такое правило принять. И ты думаешь, что он какой грех сделал, он убил кого-то? Нет. Епископская территория каноническая, это самая опасная зона заминированная. А он из другой епархии посягнул там что-то взять или сделать. Убил 100 человек, покаяние, если пить им я, 18 лет, и он уже будет опять нормальный христианин. Но если на чужую там территорию, епископ к епископу, все, не всем веки не будущее. Ну что это, по-божески. В первую очередь территория всем дана, где бы он ни был проповедовать. Здесь никак, это моя каноническая территория. Я их на этой канонической территории как начал осаживать, они все попятились. Я говорю, ну можешь конкретно показать, а почему нельзя? Выходим на улицу. Так, рядом подходим к дому. Вот этот дом кому принадлежит? Ну вот тот кому, благочинному. Так, это его каноническая территория. Вот мой огород, мой сад, у тебя сад. Приехали осенью, и там все бурьяном вышли головой. Это твой сад? И ты говорила ко мне не подходить, и ты что сделала? У тебя ни одной грядки нету, все заросшее там. Там ходят собаки, бомжи ночуют. Это твой участок? Ты одной луковки не принесешь мне. Потому что не садила. А если ты садила, от тебя всегда постоянная помощь идет. Потому что твой участок, ты не знаешь, что подсудить нам. Вот конкретно, я говорю, вот в этот дом теперь заходи. Первый этаж проходим. Сколько квартир? Сколько подъездов? Ты ни в одном ни разу не был. Ты нигде не проповедил. Ни тебя не знают, ни ты не знаешь. Это твоя территория. Ты должен отвечать за каждого человека, который на твоей территории. У меня лагерь, вот это окруженная моя территория. Я начальник лагеря. Я несу ответственность, это моральную, перед совестью, перед Богом, перед людьми уголовную ответственность. На меня воздвигли одно за другим несколько уголовных дел, они рассыпались. По клевете, потому что. Вот такая штука. Здесь ни за что не отвечают. Вот эти слова надутые. Называется дымное надмение мира. Галина Ивановна. Я, значит, выслушайте меня внимательно. Я хочу сказать. Во-первых, я Игнатия Тихоновича хочу поблагодарить за то, что я через него, естественно, я познала Христа. Через него я начала читать Библию, изучать материалы, начала читать святых отцов. То есть его вклад именно в мою жизнь, он неоценим. Вот. И так же, как и во всех вас, естественно. Потому что мы все, как говорится, родились от Игнатия Тихоновича во Христе. Вот. Но сейчас я хочу не сказать. Сказать не об этом. Я хочу сказать, что у меня немножко другое мнение. Вот. Я хочу сказать немножко противовес Игорю. То, что он сейчас говорил. Я повторюсь. Я уже третий или, может, четвертый раз уже говорю. Когда я заболела, значит, у меня в ноябре поставили интернет. То есть это сравнительно недавно. Это всего лишь третий месяц. Вот. Ты, Игорь, говоришь одно. Я вижу, глядя на канал, православный канал «Союз», православный канал «Спас», я вижу совершенно другое. Вот. Я вижу, что нашего, значит, патриарха Кирилла. И то, что ты говоришь, допустим, он там не опирается ни на священное писание, ни на святых отцов. Я этого не вижу. Я именно. Вот. Особенно те материалы, которые касаются крещения. Которые, в общем, у него очень большое, огромное количество материалов выходит. Вот. И везде он опирается на священное писание. Он приводит в пример святых отцов. Я ни разу, ни одного его правит поведей, я не слышала, чтобы не было опоры на священное писание. Скажу про Осипова Алексея Ильича. Да, он ходит там гладко выбритый. Вот. Но какой он умница. И вот я последний материал его смотрела. Это как раз касалось о том, что он вел передачу, когда приходят креститься к священникам люди. И вот конкретно один священник задает вопрос. А вот ко мне он приходит, он готов там деньги любые, это. А он ему говорит, не крести, не крести. И он говорит, священники, какой вы грех берете на душу, если вы людей крестите неподготовленных. И он как раз конкретно говорит всем своим ученикам о катехизации. То есть о научении людей. Он говорит, что толку, что вот они пришли, конкретно его слова, что толку, пришли они в церковь, если вы их покрестили. Пусть там они хоть как-то упрашивают вас. Но они вышли, они начинают снова грешить, потому что они неподготовлены. И он несколько раз повторяет, слышите, я вам говорю, слышите, приводит места писания. Он очень часто ссылается на святых отцов, очень часто ссылается на Игнатия Принчанинова. Вот здесь, и еще, патриарх наш, вот выходит новосибирский журнал «Душа». Очень хороший материал. Я уже читала, значит, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, четыре номера. Патриарх Кирилл говорит священникам, идите, не только у себя проповедуйте, там, значит, в храмах, не только там, но идите, 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 проповедуйте, идите, научайте людей, учите. Конечно, нам тоже немножко терпимее быть, потому что вот наш патриарх Кирилл, он пять лет только всего лишь у власти, у священодействия, да, он как патриарх пять лет ему только исполнилось. Он пришел на такие развалины, было порушено более 1300 храмов, я могу ошибиться в цифре, но огромное количество храмов было порушено. А людям куда идут? Люди-то все, у нас советская власть выхолостила, весь всех, не только, вот я сама была, у меня отец кому-нибудь, мама неверующая, вокруг никого неверующих. Но для этого тоже нужно людей учить, чтобы люди познали Христа. Поэтому огромная, огромная работа лежит и на патриархе, и на священников. И я молюсь всегда, каждый день я молюсь за нашего патриарха Кирилла, за нас. Вот митрополит сейчас Павел на Украине. Сколько у нас молодых священников сейчас подготовленных. Алексей Ильич Осипов готовит священников. Какие сейчас пришли умные, молодые, грамотные священники. Но тоже надо понять, что они пришли, на какую почву. Люди-то все неверующие, тем более развращенные нашим современным вот этим обществом. И я не знаю, я считаю, что огромную подмогу, вот огромная просветительная работа идет через канал «Союз православный». Сколько там материалов. Там идет и по Бринчанинову разъясняются материалы, и по Священному Писанию. Там, значит, каждый день идет проповедь священного слова. То есть вот читаем Евангелие каждый день, и каждый день это дается разъяснение. Может быть, я что-то недопонимаю, но все-таки надо молиться за нашу церковь, за наших пастырей, за нашего патриарха. И священникам помогать. Можем мы идти проповедовать? Значит, надо идти проповедовать, нести Слово Божие людям. А, конечно, он священник. У нас батюшка сколько? У нас сто человек, на сто человек батюшка. Он приехал, а там тысячи проходят в храмы. Тоже ведь это надо понять. Тоже и требы есть, и все. Молиться за священство. Чтобы, конечно, как в любой семье, как говорится, в семье не без урода, есть какие-то священники, которые, ну как, ну как в любой семье, но есть и те, которые идут именно Словом Божиим, идут дорогой Христа. Так, я пояснение дам Галина Ивановна, что сказала. Вот, среди нас мы мысленно преобразим, что находится здесь сейчас патриарх Кирилла, патриарх Алексей Второй. Он сразу ее опровергивает, сразу, полностью. Скажет, на развалину, это что, Кирилл пришел на развалину? Я в 18 лет у власти был, патриарх Алексей Второй, ты мою работу на смарку ведешь? Да кто ты такая? Придайте его анафеме. Да я жизнь полагал, я пришел, вообще ничего не было. Сколько храмов настроено-то? Вы понимаете, говорят, что Кирилл пришел на развалинах, это вы на нуль свели работу всех архиереев, а они пришли на то, что было. А теперь посчитаем, что Алексей говорил. Он такой же святейший назывался, считай вот отсюда. Что интересно, я когда киписку по Антонию, он сверху громко читает, а он, а я как-то просмотрел, я говорю, а журнал-то у вас? Я в епархии его взял-то. Извечей патриарха Алексея Второго Ридигера. Так, никто, кто-нибудь думает, что это действительно, не относится к Ридигеру? Это истинно так, еще бы я на мир выходил, позором. Игнатий Иванович, это будет по мере того, как будет открываться что-то. Сейчас, сейчас, да. Тогда скажут. Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство с большой буквы совершалось в соответствии с апостольскими правилами. Так, он сказал, а ты что, мимо? По сегодняшний день ни на шаг не сделаешь. Вся беда-то в том, что он говорит, а ничего не делает. Как не делает? Да очень просто, у него власть. Я понимаю, вот в Томской епархии, у них там митрополит Ростислав, ее зять там служит. Тот вызвал их и сказал, если кто будет крестить без полного погружения, ищите другую епархию. Все кончилось. И сейчас, вот, который со мной, как я готовлю, как беседую, сколько людей, читает Библию, просто настаиваем, чтобы обстановка сразу пошла в другую сторону. Ну, ну, зайди в Барнавровске-то, ничего этого нет. А мне, пап, не надо. Сразу надо. Главный защитник. От Веры Педоровны отстала. Представь себе, по телевизору показывает, значит, говорить не буду, вот он переламывает руку, вот он, значит, внутри все клокочет, я хочу возразить. Это переводить надо. Вот так он держит, стоит, говорит священник, говорит правильно. Крещение, это когда человек с троекратным погружением в воду погружается, держит ребенка, вот это ноги у ребенка торчат из-под мышки, и вот так вот берет, и трижды его погружаем. Так это уже он не из-за дураков считает, он считает все манкурты. Слово погружает, ты не знаешь, что такое погружает? В воду. Кирилл Русалимский говорит, скрываясь в воде, мы погребаемся. Но это же даже мошенникам нельзя назвать, это же жуликам нельзя назвать. Он говорит и делает наоборот. Говорит, прям тут же ребенка держит, и говорит наоборот. Взрослый подходит, он наклонял так, и трижды погружаем, он на полу погружается, вот так в кафель. Так нам еще этого достаточно. А они так стараются. Если они стараются, это, наверное, надо дальше читать. Слушай дальше. Считай. Это говорит патриарх, который ничем не ниже был этого патриарха, тоже святейший. Чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими праведами, запятая, через полное погружение. Ну что, не дошел этот приказ до Барнаула? Так это сказано-то было еще лет 15 назад. Что-нибудь изменилось? Ничуть. Ты спроси, вот сейчас в порядку, но все, которые районные центры, где церкви стоят, где погружают? Как полное? Строят купели. Я видел, как купели строят. А приходят в тазики, крестят. А зачем? Ну это воды много, надо. Мы говорим, если такое или такое. Но если оно равнозначно, зачем человек будет воду раздеваться, там, маникюр смывать с себя. Зачем? Если бы они провозгласили, что всякое под именем крещения, без погружения, это не крещение, как у старобрядцев. Все кончилось бы в один день. Он говорит, и эти слова не выполняет, и он стоит, и ничего не может сделать. Так зачем ты тогда нужен-то? Ты возьми, патриарха, отдельный храм Христа Спасителя, и чтобы здесь была катехизация, так он должен на всю Россию брать. Он ответственен за все нашего господина. Это господина, значит, вы его кто, господина? Рабы, обязаны слушаться господина. А он говорит, что из 100 священников только 98 не слушаются. Это какой процент? Да я думаю, 2-то он назвал просто так. Вы ошиблись, не 15, а 20 лет. 93-й год. 93-й, да, это. 20 лет назад. Так, сейчас засчитаем. Слушай, это патриарх говорит, это нельзя перебивать. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Слава, остановись. Вы верите, что это патриарх говорит? Тут будет показан журнал, номер страницы. И он видит, полтора года ему поступают сведения, жалобы, но оно не изменяется. Да где же это возможно такое, чтобы не... Ну, вообразите, если настоящий это император, или... Да у него же рычаги какие он запретил, как Ростислав, слушай о ней, и все. Иди на стройки народного хозяйства. Эту заразу-то выжечь может в течение одного года. Полтора года прошло, а теперь уже 20 лет. Дальше. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии. Видите, как его выражают. Да, если такое решение выносится. Значит, пришли, а они продолжают портить людей. Ну, тогда будем кому надо поговорить. А вот знаете, там у Георгия Титова, там в научном городке, у него в полном погружении. Те годы всегда говорили так. В Барнауле, так он отошел в зарубежную церковь. Его нет, нигде не крестят. Да разве так говорится, ты знаешь, что правильно, как ты можешь от себя отталкивать. Ты вот здесь наведи. Человек пришел в этот храм, он живет рядом. Его священник исповедует. А крестите, иди в другой храм. Мне сегодня это сообщают из Красноярска. Добились, все, надо. А там нету, где где креститься. И меня спрашивают, ну, если я буду учить, а будут направлять в другой, то можно мне это заниматься делать? Меня спрашивают оттуда, из Красноярска. Я говорю, можно, но тут возникнет много вопросов нерешенных. Там претензии с того священника будут, некоторые не пойдут вообще никуда. Да где это видно на так? Вот пришли в магазин, или на заводе работает человек на хлебозаводе. Ну сказано как, он стерильная одежда. А другой приходит в такой, ну, знаете, что мы вот сейчас не знаем, как, ну, вот ходите тогда на другом заводе, может, устроитесь. Порядок везде один, потому что это патриарх-то издал не на один храм. Еще дальше. Надо подчеркнуть, что этот вопрос, то, о крещении, самый центральный во все... Центральный, это рождение идет. Да. Чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. То есть надо, чтобы считали строго необходимым. Да таких верующих-то один на тысячу, кто считает так-то. И которые дальше... Да, конечно, чтобы он считал, что это строго необходимым. Его надо научить сначала человека, что он пришел, вот я здесь встречаюсь, директор типографии, Грохотов, Владимир Георгиевич, она работница там, что я знаю. И он мне говорит, мне вчера крестили там племянника, кажется, ну, внучек какой-то. И пришли в Покровский собор, мы заплатили, стоим, ждем, выходят. Я гляжу в воду, я говорю, а крестить-то где будете? Ну, вот здесь. А я хочу в полное погружение. Ну, у нас так... Так у вас запрещено крестить в полное погружение? Она нет, она побежала к батюшке. Там молчок. Он стоит. Крещения нету. Священник выходит. А он стоит, он одет и прилично, видно, что это не с улицы. Так, а так кто говорил, что надо полное погружение? Ну, я говорил, а почему вы решили, что полное? А он мне говорит Грохотов, говорит, я ваши труды считал, там издавали у него. Ну, понимаете, это время придется подождать, пока воды наносят, пока подогреют. Он говорит, не к спеху подожду. Ой, какие лисы у них были. Теперь греть надо ведро второе. Они же не могут взять из батареи-то. Надо хорошее-то. А я стою. Да он бы теперь этому, кто крестит, дал бы 500 рублей, так и уйди не крести. Я их знаю. Я их очень хорошо знаю. И я, говорит, достоял до конца, говорит, и тогда полное погружение. Это Мирянин. Мирянин. Директор предприятия. Да если бы везде распустили, чтобы говорили другим-то, то эта обстановка изменилась бы. Они просто объяли по поводу. Не отпущу, батюшка, пока не покрестишь, как положено. А патриарх не знает, что говорит. Это один обман. Я расскажу. У меня зять, муж сестры, Володя Устинов. И он электровоз, машинист. И вот авария случилась в Днепропетровске. Тогда был Советский Союз. Еще где-то здесь, в Владивостоке. По всей стране идут совещания. Разбор этой аварии. По всей стране, во всех депо, везде, говорит, замучили. Это же страна громадная. А авария-то случается. И заново сдавать экзамены. Мне, говорит, отдохнуть некогда. Я заново обучен экзамен, там еще сдал. А здесь все. А там новое правило, говорит. А нужно это? Нужно. Здесь сплошь и рядом. Из ста церквей только в одной. И то на выбор. Еще это нормальная обстановка. Когда если в одной, как Рассистан сказал, узнаю хоть один крест, ведь не полное погружение, мы расстанемся с ним. А он должен был сказать, не расстанемся. Я сейчас создаваю епископ, и снимаем сам. Шесть епископов надо собраться. Да они бы попы тут воды лили, и, говорит, через край лилось бы. Он ничего не может делать. Это его кормушка. Это патриарх жалует. Это жалоба патриарха. Он один, он одинокий, он стонет. Его уже допекли эти письма. Поступают, сведения. Какие сведения-то они не высчитывают? Самые сакраментальные. Там никакого крещения нет. Вещи упускают. Считаем. Также многие. Дальше через запятую. 98% священнослужителей словно и не слышали нашего предупреждения. Значит, это епархиальное собрание в Москве было. И 98% не слышат. Да какая-то армия-то. Ну, вообще. Я утром... Написано, этого не может быть. Как это можно сделать? Думаю, что там такое? Я вижу, там стоят военные. И я щикнул. И показывают там какая-то площадь в Лондоне. И они, как они муштруются, и как они идут в строю. Потом разворачиваются, какие-то фигуры делают. Бросают винтовку, вот так крутят. Там ужас, смотрите. Как одновременно в воздух пустыми выстрелят. Вот как можно вымуштурывать. И тут покажем китайских красавиц. Идет военный парад, и женщины, девушки идут. Как они маршируют, как они одеты. Понимаешь, вот как будто это один, как в гитлеровской армии было. Ну, здесь же нет ничего, они жируют и все. Мы с Антонием беседовали здесь, в кабинете, с нашим епископом. Я, говорит, их посылаю. Я, говорю, я считал ваше указание. Три раза уже решение было. Только в полное. Она же ни с места не сбегается. Почему они за это ничего не сделают? Да какой же ты военачальник? Господина нашего. Вы говорите, это ваш господин? Господин, значит, ты раб у него, ты обязан слушаться. Я говорю, Господи Иисусе, я раб его, помяни меня раба твоего. Я его господином не могу назвать патриарха, но я делаю, как Господь велит, мой господин. 98. Откуда он взял эту статистику? Тихон Шевкунов ему дал. Патриарха завалили с жалобами. Вот сейчас выходит, Чаплин, это надо проверять, когда она жалуется на священника, вот этот грех гомосексуализма, да это нет, да это только придумают. И тут же выступление Тихона Шевкунова, архимандрита, которое исповедует Путина. Вот святые, не святые книга вышла. Он говорит, я доложил патриарху Алексею вот такая ситуация, и сказал, владыка, проверили, все, говорит, так есть, надо меры принимать. Ведь передали в уголовное дело, посадили и палец соседей поп. Вот это я понимаю решительно. Потом я, говорит, еще иду. Чаплин, говорит, нету. А Шевкунов тут же говорит, все это было. А Андрей Куреев говорит, это один из ста, которые этим занимаются, захватили только. Этот грех такой, а как его сделать? Я говорю, только так, заметили в грехе, с тряс шприцом, как белых медведей, чтобы он сразу уснул, и со спущенными штанами вести на анализ. А больше никак. Если берет взятку, там деньги мечен, а тут как его мечет-то? Его метить только надо, потому что разлито, больше ты никак не докажешь-то. Ну, а читаем дальше. Слушай, патриарх говорит, внимание. Прекрасно сказано. Ну, я конкретно говорю, что можно сделать? Доказать этот грех как можно? Только так. Мгновенно его усыплять, эту картину в совокупности вести туда, анализировать, фотографировать, дальше уже разлиплять. Больше ничего не остается делать. А то не пойман, не вор. Не пойман. Так, Надя, мы договорились. Поймут. Чтоб нигде даже язык не высовывало. Тебя крепко бес мучает. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Так, это он кому говорит? Это говорит священникам, что должна быть катехизация. Они не знают, академию кончили. И что она должна быть неспешна. Я стою в крестилке, смотрю 25 человек к окрещению. Кто что кричит, никто ничего не знает. Это единственное научение, вот которое воду должна приносить, там уборщица-то. Она подходит к людям, маленько говорит, не так креститься надо, не вот так вот, а вот так вот показывает. Это все научение. Вот он заходит, отец Борис Бузмаков. Так, все заплатили? Все, все. А они и пенсишки крещат. Его долго не было. Я стою, смотрю. Вот он начинает, каждый подходит, он ладошкой раз, теперь мазает, мажет, отвернулся, он не глядит, мажет ей кофточку, помазание. Я в ужас пришел. Город Фрунзе. Когда все кончилось, я подошел, я говорю, батюшка, я хотел поговорить с вами. Что, опоздал маленько? Я говорю, не опоздал. Я посмотрел, что ты делаешь. Ты что же делаешь? Что с вами не так? Он вот так вот, я как стоял, он вот так вот меня в живот кулаком ударил и говорит, да просто заливать-то, поехали со мной в ресторан. Он меня видит первый раз. И у него один дом вот кулаком меня в живот сунул, вот так вот, поехали в ресторан. Я все это написал архиепископу Варфоломею. Среднеазиатскому-то. Он меня сразу вызвал. Оттуда Павел ездил с вещью, все это брал оттуда. И он говорит, это брат сам написал сам. Я ему, три храма сейчас любой дам. Я сейчас его руку полагаю. Обыкновенное маленькое письмо я там начеркал, там на подоконнике. Это было для него как доказательство того, что я буду так делать не буду. Считаем дальше. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, так подожди, аспешно, сокращается часто, причем сакраментальные его части. Сакраментальные, то есть священные, и без этого никакого крещения нет. Этот, ну из тех, которые крестятся, это знают люди, что упускаются, что они не полностью. Чтобы жалобы была, человек должен знать. Это жалобы... То есть и молитвы даже, вот эти сакраментальные... Это не крещение, но сакраментальные счастья, упускаются. Патриарх говорит, а у нас не вмещается, нет я, то есть демон, который там заблокировал, он и здесь блокирует, они дают даже слушать. Я слушать не буду, выйду. Это намного серьезнее, чем нам кажется. Так я говорю, это патриарх, говорит, святейший патриарх, Алексей Второй. И чтобы вот такую жалобу написать, человек должен понимать, что упускается. Да кто знает, что упускается-то? Люди вообще этого ничего... Не знают ни один. Вот я беру, допустим, здесь сто человек. Вы думаете, батюшка все прочитал? Да кто-то же попа, уже все знает. Я говорю, да он упустил самые важные части. Да вы что? Так, да нет. Я не могу в это поверить. Даже священник, он еще Бога не боится. Но вот если это уже напечатали, официальный журнал патриархии, патриархии, до десятки раз проверены, то значит терпеть нельзя уже никак. Что это голубое лоб и все это 25-е. Вот главное где. А они неверующие. Притом они абсолютно неверующие. Это говорит патриарх о своем войске. Но он дальше-то не договаривает, что ее и властью данную ему от Бога, он бы ненедленно поставил бы. Вот тут надо молиться, Господи, высшие истинные пастыри. Вышли. Под водительством Духа Святого были. Считай 20-ю главу Деяния Апостола. Дальше. Патриарх говорит, внимание. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств. Так становимся. Все чаще. Значит они были, а теперь еще чаще стали. Патриарх говорит, делать это бесплатно. Нет, вымогательства. Сколько? Ну 500 рублей. Так у нас же было назначено 300. Приходят батюшки и говорят, батюшка, нам покрестить надо, но ребенок он абортированный. Теперь вот сна никакого нет. Она мучается. Я вижу около церкви, иду однажды, и там грязная такая, песочница, и там дети где-то в стороне играют, а мои ребятишки, которым аборт сделал, они грязные, как поросята там возятся. Меня сны эти замучили, одни и те же. Ей посоветовали, их надо крестить. Но их-то нету. А им сказали, что там он отец Василий, около Николаевска, там он крестит этих детей, но надо распашонки купить. И он эти распашонки прищищает как-то. Понимаете как? И мы мимо едем, и мне все это рассказывают. Говорят, и к патриарху куда смотрит-то? Да куда, И вот там тогда был Сергий, этот, одесский-то. Он его, говорит, не раз запрещал. Ну, запретит его там, кажется, на неделю, на две. А он опять то же самое. И к нему приходят и крестит. Ну, они знают 300 рублей. Ну, еще 300-то рублей это. Три тысячи. Батюшка. Какая же это за три тысячи? А это же не просто так. За это никто не возьмется. За этого. Чтобы мертвого абортировали и крестить. И поэтому цена такая. Я на себя какую ответственность беру? Я тебе рассказываю конкретно. А я не хочу освященникам плохое слышать. Это что означает? То есть ты хочешь, чтобы они все в аду были. Патриарх не боится это сказать. А ты такой ревнитель, а счастье славе. Христос не боялся их пороть и вышвыривать. Все прокидывать. Чуть-чуть-чуть. Сейчас закончим. Еще. Минуточку. Тупенье. Дальше. Дальше. Сережа. Все чаще стали слышатся нарекания по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение требований. Ну, что мы скажем. Это не так. Он не говорит цена вымогательства. Вы знаете это слово? Какое? Вымогательство это уголовная статья. Это говорит Патриарх. И он знает, что это будет напечатано. Теперь журнал этот проверяют. Его печатают тысячами экземплярами, а я слушать не хочу. Что за состояние такое? А из-за чего? Привыкли за что-то заступать. За кого заступать? За мерзость. Богу это не угодно. Это говорит Патриарх. Алексей Второй. Вымогательство все чаще и чаще стали. А если я скажу, я не доброжелатель, Алексей Второй. А Патриарх, то не может быть так. Так ложь-то, она вот прямо и на сегодняшний день ложь. Он говорит о том, что назначение цен, чтобы не было назначения цен за совершение требований. А сейчас мы просим, вот, если это, ну как бы, доброе пожертвование, доброе, да, свои, добровольное пожертвование. Так вы тогда не говорите про цены? Да. Сколько человек может, столько и привозит. Когда цена добровольного пожертвования не назначается. Ну, буквально, официально стоит снимок, снимок, я сфотографировал, взял, и в интернет поместил, так там больше тысячи отзывов пришло. Ну, я в храм зашел, ну, храм-то общеизвестный в Москве, патриарши-то, и в сцены эти назначены. Я взял, сфотографировал, поместил, так там... Такой священник позор для храма. Так, подожди. Надя, патриарх говорит, что такой священник, а их 98, позор для храма, ты не согласен с этим? Ты хочешь... Скажи, разрешается. Можно мне говорить. Подойди сюда. Подойди. Афер, это обязательно, Игнать Тихонович? Ну, подойди вот сюда. А я и могу запретить, вот и все. Он говорит позор, я должен только согласиться, не надо играть сверх того, что положено нам. Позор. Мы говорим об этом позоре. Это патриарх говорит на весь мир. На весь мир говорит. Это невыносимая обстановка. Люди не крещены, ничего не знают. Мы ходили по домам. Я этот материал даю, говорю, вот патриарх говорил. Да пошел ты на со своим патриархом. Я говорю, да, как же вы так? Я хожу и исповедую, из этого достаточно. У меня батюшка есть. Патриарха на трибуку посылает. И таких ни один, ни два. Это мы только что видели, ходили по домам когда. Ходили. Мы ходили, благовестовали, давали материалы. Имени-то не надо. Дальше. Священник требует особой платы даже за многоточие. Крещение, венчание, отпевание. Это я уже не стал. За все требует. Это самая настоящая симония. И снимается сам. И вот священников этих предупредил. Дальше сказать, предупреждений больше не будет. Вот что ты должен сделать. И дальше сразу вызвал их только 150. Как Иоанн Затаус выехал, 400 священников нашел. Всех лишил и до свидания. Все. И 400 не один. Когда говорил, надо было говорить. Сейчас уже не надо. Давай дальше. Священник требует особой платы. Так, подожди. Верни назад. Что это за разговор такой? Надя, сядь здесь спокойно. Говорить не надо. Я не хочу это слушать, понимаете? Кого? Вы не давали слова. Выйди, выйди отсюда. Это патриарх говорит. Доигралось. Читай. Больше всего поступают жалобы прошений о приведении каноническое соответствие совершения православных таинств и требствий. Значит, люди знают уже, что не так. Я расставал всем архиереям этот материал. Не делается. И теперь это все отправляют патриарху. И патриарху я не думаю, что каждая бумажка доходит. Ну, нельзя пренебрегать, потому что все больше. Слово больше означает было. Но сверх того, что было, еще больше по количеству. В прошлом году было только 500, а нынче 2000 поступило. Примерно вот таком. Дальше это патриарх говорит. В первую очередь, это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы. Вообще не наше это? Охрещаемое вместо полного погружения. Это патриарх говорит, Алексей Второй. Вместо полного погружения. Оно так все и осталось. Не с места. Почему? А потому что есть законодательная и исполнительная власть, которые должны за этим смотреть. Если этот закон уже вышел, то позвольте. Это у нас так. А там не так, там по-другому. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых. Но ряд храмов с этим не торопится. Тут не говорится процентная. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерий. Смотришь как, баптистерий один на Барнаул, а те так остались, они будут тысячи портить, а их отсылают у того Георгия Титова, в научный городок. И вот еще в Признаминском монастыре, тут они открыли это полное погружение. Да разве это выход? Это нигде ни на дорогах едет. Ты нарушаешь, ты тебя немедленно сразу. Прав лишают или штрафуют. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей паствы. Я уверен, что пришел в церковь не ради... Многоточия впереди. Дальше. Я уверен, что... Я уверен, кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу, останется. Ради прибытка... Зачем бы он говорил, что ради прибытка сплошь и рядом. А вот есть такие, которые настоящие священники. Есть. Кто-то останется, а остальные они уйдут. И далее. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Потеряли, из-за чего из-за наибрижения проклятого. Иоанн Златоуз говорит, одна душа, одна единственная. По твоей вине погибнет священник. Всей жизни не хватит рассчитаться за одну обцу. А их миллионы гибнет. Официальная хроника Московской Патриархии, номер 2, 1993 год, страница 18, номер 1, 3, 1994 год, страница 34 и 38. Извече на Московском Епархиальном Собрании. Видите, какая точность. У меня только Антоний, епископ, обалудился. Как так дозет, это мимо меня прошло, и они... Так я у вас, говорю, брал. Я этот журнал купил в Московском... Я купил здесь, в Мокровском соборе, этот журнал. Это официоз, прямо патриарх. Они епархиальные, а непосредственно патриархии. Высший орган. Ну и что? А дальше почитай, тут маленько дальше. Барнаульские. В кавычки все это взято. В кавычки. Извещение Барнаульского Епархиального Совета под председательством епископа Алтайского Антония Масендича 2 февраля 96-го года. Тут данного какого числа? Возьми сверст. Неужели у вас было? Было. Выполнять даже не думали. Постановили. В кавычки, да? В кавычках. Постановили. Начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаульского. То есть начать означает, и не начинали еще. Зачем говорить начать? То есть мы решили, что машина строглась. Это означает, что она стоит. Через три года после патриарха. Три года они вдумались, а теперь главное канонизировать царя. Все двинется. Главное соединиться с зарубежной церквью. Да ничего не меняется. Меняется только от рождения свыше. А поэтому наведи порядок в своем войске. Зачем такой вождь, если он не знает, куда идет его войско? А если он знает, и каждый делает по-своему, вообще зачем он нужен? Мы можем задать этот вопрос. Так, теперь спроси кто. Галина Ивановна. Я сразу растерялась. Я вот с вами, конечно, Игнатий Тихович, очень согласна. Но я хочу сказать еще вот что. Отец Аким наш полное погружение крестит? Да. Крестит. В водах озера Потеряевского озера, да, там вот крестит. В Знаменском вот у нас крестили, сейчас не знаю, крестят или нет. Крестят? Крестят. Значит, в научном городке крестят? Крестят. Профессор, я опять возвращаюсь, значит, к Алексею Ильичу Осипову. Вот я опять повторяю, значит, его последнюю беседу я смотрю. Он конкретно обращается ко своим этим воспитанникам, к священникам. Он говорит, пришли к вам крестить. Если не подготовлены, не крестите. Они ему задают опять вопрос. А вот он настаивает, он настаивает, что вот он хочет, он прям подступает. Что я должен делать? Он говорит, не крестить, не крестить. Вот. И приводит пример. А я хочу быть патриархом. А я хочу быть папой римским. Так что мне теперь это все дайте? Священники, какое вы несете ответственность? Какой вы несете грех? Вам, говорит, не искупить этот грех, когда вы крестите неподготовленных людей. Они от вас уходят и в этот же день начинают грешить. Это вот слова Алексея Ильича Осипову. Вот я вам что-то сказал. Скажите. Вот, допустим, человек тренер. И он не на пенсии, он продолжает тренировать. Ну, разные виды защиты, людей там защищать, спасательные где-то. Я работал в такой организации. Спасать тысячи людей. Это перевалочная нефтебаза у нас была, международная нефтеперегонка, на корабли закачивать. Какие меры безопасности. Проверять, чтобы у тебя ни одной подковы не было, чтобы искра не вылетела. Лопаты все там медью покрыты, залуженные. Боезда заходят, между ними войлочные прокладки, между где сцепления идут. Ни одна искра. Кроме того, нас проверяют, идут тренировки. Мы выезжаем далеко, где-то выкопанная треншея. Туда заливает тонн 5 или 10 бензину. Машин несколько. Дальше нефтепродукты. И все это поджигается. Там полыхает, я не знаю, просто десятки метров пламя рвется где-то. Ну, бензин. А он как в Торшире, селостной яме. Теперь команда. Горит нефтебаза. Мы должны потушить в течение 10 минут. Там подойти нельзя. Вы задание слышали? Там не разговаривают. Для этого техника называется ураган. Специальная, огромные бочки стоят. Они подсоединенные. Там машина, не знаю, 4 оси или 5 у нее. Громатная машина, ураган называется. И она теперь с водой смешивает, пожарная машина, через эту трубу гонит. И примерно вот такой толщины пенное облако. Одеяло. И оно с такой силой гонит его. В течение одной минуты все потушено. Даже и дыма нету. Здесь горит все. И никаких мер не принимают. Никакой тренировки нету. Страна погибает. Я был вот таким. Я сколько побыл, но видите, как исполняю. Меня поставили командиром отделения. И вот только что мы закончили. Приходим. И дальше идет тренировка. Тренироваться я-то впервые пришел-то. В четырехэтажное здание. Да сколько я... Там речь идет о секундах, не о минутах. Я должен наверх четырехэтажное окно, выбить окно. И там оттуда людей по прямой на веревке спускать. Как узлы сделать? Как завязать? Он как-то сиденье сидит. И теперь в окно я этого страдальца опускаю. Мы с братом двое были. Мой родной брат. Он в другом месте был. Наша отдыхает в Алимеда. Мы идем, берем с собой веревки, берем эти лесенки, штурмовки. И мы штурмуем раз за разом. Но мы тройки получали. Проходит месяц, мы уже потянули почти на пятерку. Почему? Непрерывная тренировка. Ты уже знаешь, куда ногу ставить, куда забросить, как окно выбить, как завязать узел, опускать. И только на скорость. Здесь же ничего никакого нету. Его поставили, все, он панк, король. Он шикует, жиреет. И вот такая вот утроба. Да у нас ничего не было. Кожа и кости. А силы, кажется, неимоверно было. Это духовное спасение. Это говорит патриарх. А Иосифов говорит правильно. Но дальше так. Он готовит священников. Его интересует нет, который из-под его крыла выходит-то? И что? Отучил, пятерку поставил, а дальше делает что угодно? Он должен их держать на учете. По крайней мере, те, которые в Москве. Это закон такой. Это мой ученик. Я прихожу и проверяю, как у него дело идет. Он пришел, а он крестит как попало. Он бы сказал, послушай, дорогой, я на тебе пять лет тратил. Ты же академию кончал. Ты почему так делаешь? Я ответственный на своих учеников. Я профессор, я иду к партиллярку. Я докладную записку пишу. Пошел в втором, третий, десять храмов посетил. Все они отдают на пятерку, а на практике на двойку. И он должен пойти. Но самая главная ошибка Иосифа в том, что он, самое главное, что он вот этот удар ладошкой по лбу считает за крещение. И теперь, которым по мозгам хлопнули, вот желает человек полное погружение, нашел храм, тот священник не будет крестить. Не будет. Из Германии к нам почему приехали? Потому что их, моченых, не крестят нигде. В этом году к нам приехали из Казахстана. Они уверовали, поняли, крещения не было. Но их ни один не берет, да, священники купели ими, а ты уже крещен, это второе крещение. Они провозгласили его равным тому. А мы не можем быть равным. Ни одного погружения не было. Пятидесятое апостольское правило извергает из Казахстана. Вот где они должны стронуться. Если бы они это сегодня не врали людям, не обманывали, сегодня обстановка изменилась бы. Именно в этом. А таких, которые совсем не моченые, их мало. Бабки там каким-то путем, внущем, кастеров помочат. Ему теперь, уверовавшему, креститься нельзя. На нем как печать антихриста стоит. Вообще они даже не разговаривают об этом. К нам приезжают люди, которые перешагнули этот рубеж, они подняли. Они обманывают попы. Они в ад на стену. Приходят у нас иеромонахи, там архимандриты. Приезжают, крестятся и опять едут служить. А другой поп, он не крещеный. А я так, а меня узнают. А тогда меня... Да пошел ты отсюда. Страхом заражаешь землю русскую. Тебе нужно думать одно. Как это в очах Божьих выглядит? А не то, что тебе архиерей скажет. Архиерей не крещеный. Патриарх не крещеный, моченый. Вот отсюда надо начинать. А дальше в книжке, я об этом пишу. И надо начинать сначала. Не бояться перестройки. И вы увидите, что с человеческим лицом показанный социализм оказался чиновищем. Он тоже рухнул. Если бы сегодня стали так делать, от партиархиеросколков бы не осталось. А они вот это гнилье боюкают и защищают. И главные виновники это Кокосипов. Это главные виновники. Почему? Вот у меня хороший знакомый человек. Он здесь прямо, в Барнауле. Человек, который у баптистов был. Он знает все. Писание все знает. Но жил как хотел. Женился сколько хотел раз. Курил все время. Пил. Матерился. Бражничал. Блудил. А теперь к православной вере. Он у нас был, заходил здесь. Мне это не подходит. Потеряевку решил приехать. Привез три с половиной, кажется, миллиона рублей. Решил гостиницу построить. Я говорю, а ты спросил, тебя примут? Нет. Ты же куришь. А я брошу. Сначала брось. Хотя бы три года пройдет, тогда приедешь. Как он разобедился. Наши продают здесь книги. Он нашел. Он подошел. Как их начал матьюгать? Тебя? Его. Представь. Вас. Причем я. А? Вас начал матьюгать. Ну, матьюгать-то мне в твоих глазах. Ну, как? Меня-то там не было. А я бы как. Из-за чего он меня? А этот человек хороший. Он нам помогал. Когда в Москву к нему приезжали. Но теперь у него главный кумир Осипов. А почему? Бреть. И он бреться. Это говорит, никакой не играет роли. Галстук. Он говорит, галстук. Пост. Ну, это как можешь. То есть он себя, отступник, нашел полностью все, что говорит Осипов. И он не нашел этого ни в Олеге Стеняеве. Он не нашел это в Антонии Блюме. Он ни в ком не нашел это. Он нашел только в одном. Для веры отступников, без изменения их сущности, только Осипов учитель может быть. И это я говорю не за вчерашний день, а за сегодняшнее утро. Это человек прямо здесь мне перезвонит. И для него никаких законов, что Библия говорит, канона. Главное Осипов. Теперь у него Осипов на первом месте. А я знаю, беззаконник не будет защищать беззаконника-то. Вот и все. А она так, говорю. Вот она знает о ком и все. Вот она сидит и улыбается. Вот и все. Так что с Осипов я по телефону говорил, посылал ему материалы. Он все признал, их надо печатать было, когда они были разрознены. Я с ним говорил. Это человек, который до конца не доводит. Он знает, что вот это не так. Почему он прямо не поет патриарху? Сказать, из моих выпускников. А он же около сорока лет там преподает. Вся Москва это его ученики. И они все обманывают. Владыка, господин, так моя учеба там нулю равна. Какой я учитель-то, если все ученики напротив идут-то. Давай наведем порядок, иначе мне не за что платить эти тысячи-то. Мы же обманываем людей. Мне нравится, как поехал один журналист советский, во Вьетнаме был. И у меня, говорит, заболело, там что-то поджелудочное дома болело. Я, говорит, пришел, он, говорит, меня что-то ощупывает, давит. Ну, я, говорю, сколько будет стоить? Я слышал, вы хороший врач, деньги вытаскивай. Он, говорит, нет, у нас так не делается. Я тебя вылечу, вот полгода пройдет, болеть не будет, тогда деньги заплачешь. А как так? Я делал горшок, ты принес домой, он развалился. Ты будешь деньги платить? Нет. Вот так. У нас это природное. У меня, говорит, снаха, вот так по руке себя, говорит, там, кажется, 4-5-месячные, говорит, беременность, она сама себя определяет, мальчик или девочка. Это невероятная вещь, это не может даже быть. А то он говорит. Это, ну, это другая медицина, это там тайландская, все-таки китайская, японская смешанная. Вот как надо работать. Если горшок в руках разваливается, то мне грош цена. А в Греции было так, начал лечить глаз. Ну, зарезал или что-то глаз выпал. Смертная казнь. Ну, позвольте, глаз тогда у меня, глаз за глаз. У них смертная казнь. И поэтому окулистов было очень мало. Они понимали, ну, где-то рука отвалится, там, заплатеет, там, за что-то, а за глаз такая ценность, смертная казнь. Я когда узнал закон древней Эллады, я подумал, врачом бы никогда не стал. У него, может быть, глаз-то уже был вот-вот порвется. Понятно, если бы сейчас объявил патриарх, вот как Ростислав, настоящий митрополит сейчас в Томске, будете так, не расстанемся, вы уйдете отсюда обыкновенными ребятами. Сан ваш будет снят. Пока не работаете, запрещаю. Еще следующее, сейчас накопится человек пять, вызываю архиереев, шесть человек и сан снимаем. Он один не может снять сан. А она у архиереев сан снять, нужно двенадцать епископов. Это тоже правильно. Чтобы это было не по навету. Вот это, я считаю, это по-божественному. Скрывать не надо, зализывать. Мы за это отвечать будем. Да, нужно признать, что среди священников на Сковской Патриархии есть люди, которые истинно верующие, истинно крещённые. Но мне их искренне жаль, потому что они находятся в этой системе больной. Больной системе изначально, потому что она основана на лжи, лукавстве и лицемерии. Поэтому они барахтуются там, и они просто, либо они должны выйти из этой системы, а будучи в этой системе они будут просто прозябать и мучиться. Главное, я переписываю со священниками разными. И они говорят, мы скрываем, что ваши книги у нас есть. Почему? А нас сразу выгонят, запретят. Ну вы хотя узнаете, прочитаете. Они не понимают, у них именно вот эта сталинско-бережская хватка, оторвать голову. Да мы, говорит, с ним вместе учили в семинарии. Понимаете, у нас такой путь большой был. Я, говорит, не опасаюсь к нему. Я, говорит, придётся там, показываю ему. И он сразу испугался. Это Лапкин. Да к нас запретят, что книги читали. Это как во время Сталина, протокол осянских мудрецов. Ну вот это хоть сам читал, ни слова не читал, но я слышал. Там такие слова, что даже веру потеряешь. Ну хоть прочитай где-то, в какой книге он не может сказать. Это страх. Да кому ты нужен? В страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх. Они Писание знают только, когда отвечают. А здесь он не знает. Он не знает его. Я ему показываю каноны. Вчера мне звонит сестра. И говорит, у нас тут заходит туда-сюда, болтает женщина. Да есть же какие-то каноны. Я говорю, есть. Ну я давно не смотрел, их назвал 33, на самом деле 44. Ладыкинский собор, 44 правила. Женщина, где не ходит в алтарь. Ну а я монашка. А, значит, ты сделал с мужчиной. Ты теперь не монашка. Тебя надо на анализы послать, и ты точно так, у тебя все переменилось. Женские органы на мужские переделаны. Ну написано женщина, жена, ребенка. Ты не понимаешь, жена? Мальчика крестят, батюшка берет ее в алтарь и заносит в алтаре вокруг престола. Если девочка, он никогда ее в алтарь не занесет. Подносит к иконам, и вот так ей девочкой перекрестил, и родителям отдает. Эта девочка дня, она еще 8 дней. А ты-то пришла. Тебе в храм-то заходить, может, нельзя. А к ней такое благоговение, она подолом шаршички, под благословение идут. Я вчера рассказывал, в Афрунзе было. Она такая снует. А мы со священником побеседовали, отец Владимир Спитков-то. И он на завтра ее затормозил. Я не знаю, как звать, то ли Серапима, или Евдоксия. И он говорит, ты больше не заходи. А почему? Меня же архиерей благословил. Он говорит, архиерей сделал неправильно. Есть канон, я узнал. Ну, меня же Владыка благословил. Так, сестра, ты не обижайся, но больше в алтарь не заходи. Из нее такое полилось, столько там гнева, я к архиерею поеду. То есть она прилипла, она без этого жить не может уже. Вот это почтение, она в алтарь заходит. Ей там не надо, она туда-сюда, туда-сюда снует. Главное отношение к ней. Понятно? Я это сам свидетель. Я могу назвать имена, время, когда это было. Брат Игорь, я хотел сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы единодушие, единомыслие, о котором говорит апостол Павел, Господь наш говорит, да любите друг друга, чтобы они на деле были исполнены и в нашей общине. Конечно, я вижу, что это не получается, но часто, часто я вижу это единодушие, единомыслие. Хорошо, что у наших сестер, братьев есть свое мнение. Это интересно. Без некоторых прям даже было бы скучно. Но это тогда, когда все-таки со стороны этих оппонентов есть какая-то, во-первых, цель у них, для чего ты это говоришь. И второе, должно быть неоспоримые доказательства того, что ты вот сказал, и это все должно свершиться. Я вот сестре отвечаю. Она очень ревностно так встала на защиту. Да и второй тоже, пускай. Та еще ревнивее, аж убежала. Дело в том, что если вы так уж решили там что-то защищать, вы достойные плоды покаяния покажите. Во-первых, вы находитесь в зарубежной церкви. Я вижу, вы это забыли вообще уже, напрочь даже. Мы-то еще в зарубежной церкви. Запомните, мне уже надпись на спине РПЦЗ сказали сделать. И он правильно это сказал. Потому что я, вот этот дух вот РПЦЗшный, это как раз отец Константин. Они вот как вот были РПЦЗшники, они там и остались. И у них вот это все, сергианство, это то, что элкуменизм, оболганность настоящих исповедников веры Христовой, особенно революционного периода, все это осталось. Они все это распространяют, все это, как вот у нас было когда. А мы вот в этом, как вот пошли на полусоединение это. Вот завязли в этом. И теперь на московскую патриархию смотрим, как на святоч веры Христовой. Да туда если и заглядывать нужно. Тем более это интернет. Тем более, запомните. Запомните. Это уже все у нас давно отвечено. Вы что считали сейчас? Я не стал писать больше. Патриарх Алексей говорит дальше. Каких бандитов напринимали в церковь? Благодарю вас. От патриарха я никогда этого не считал. Бандитов. Это уже надо допечь. Как надо было вообще? Чтобы патриарх о православных сказал, о каких бандитах напринимали. И мы должны... Ой, это не такие, они хорошие. Ну не ко мне это, не по адресу. Я знаю, что это истинно так. Я рассказал правильно. Ну обратно, Николай. Да... Ну ладно. То есть я бы хотел просто прояснить один вопрос. Вообще. Ну, у нас тут были занятия по священному писанию. Которое лежит перед нами. Правильно? Постепенно, постепенно все это скатилось от темы, которую мы проходили о детстве. Скатилось в тему, ну, совершенно, ну, отличную от той, которую мы проходили. Это раз. То есть хотелось бы все-таки, если есть тема занятий, то по ней идти на занятия. Если есть какая-то, как говорится, вот раньше на партийном собрании была повестка дня, и потом был пункт «Разное». Вот «Разное» было, самое интересное. Это «Разное». Остальное все это «Вода». Я сам был не один год. Знаю, что это такое. Вот. Поэтому и здесь у меня такое предложение. Во-вторых, хотелось бы сказать... По частям, давай, чтобы потом не забыть. Вот я первое и говорю. Чтобы они ответили. Да зачем? Это мое предложение. Хорошее предложение? Это мое предложение. Вот. Теперь, во-вторых, значит, вот то, о чем сейчас здесь говорили, ну, что там в МП, там, то-то, 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 то-то. Вы скажите, кто-то здесь не согласен с тем, что говорили Игнать Тихонович, брат Игорь, кто-то не согласен с этим? А в ответ тишина. То есть все согласны. Я согласен. Галя согласна. То есть все согласны, что там творится непорядок и прочее, и прочее, и прочее. Так? Так. Но если брат согрешил против тебя, выскажи ему один на один. Правильно? Если не послушает при двух свидетелях, а если и потом не справился, пересей церковью, скажи. Понятно. Если против меня кто-то согрешил из тех, я его увижу и скажу. Все. То есть, а вот так вот за глаза, понимаете, в чем дело-то? Мы здесь сидим и льем, и льем, то ли это для камеры. Ну, здесь уже все в этом утверждены, что там, ну, беззаконие творится. Это сплошь и рядом. Ну, у нас одно и то же. Мало того, мы ушли от занятий вообще. От темы. Вот чем дело. Увлеклись вот этим вот. И мало того, даже у некоторых дыхание спирает. Понимаете, вот есть такое волнение внутри. Ведь, потому что это волнует не только вас. И не только Игоря, и не только всех сестер и братьев. Но и там они, в московской патриархии, они тоже волнуют, но они не знают, куда идти. А перейти сюда они не могут, потому что их те не примут. Секир башка сразу же будет. А нам складывается, вот, ну, у меня, вот я думал, думал, ну, почему у нас такое? Вы знаете, может быть, она мысль, поправьте меня, если она неправильна. Но нам выгодно находиться в таком положении. Потому что мы сейчас перейдем, там, ну, к примеру, к грекам. Куда-то. Так? Кто мы такие? У греков? Ну что, у них искать то же самое. И у них это же есть. Так это бузатеры, они куда не придут, они везде одинаковые будут. Вы понимаете? И нам выгодно здесь находиться, потому что здесь беззаконие. У нас здесь всегда есть тема для разговоров. Вы понимаете, в чем дело? Не о спасительных разговорах моей души. О спасительных разговорах, ну, якобы, спасительных разговорах о том беззаконии, которое нас окружает. Ну да, там голубые, розовые, каких только там нету. Это еще до христианской церкви это было. Это было сплошь и рядом. Ну, нам это сейчас надо вытаскивать. Ладно, я это опускаю, момент. Ну, зачем? Ну, ну, кто не согласен? Вы, братья, вы мне скажите, что-то я вот там увидел. Как же так это происходит? Ну, что мне-то делать, чтобы не было такого? Что? Идти проповедовать. Мы идем и проповедуем. Каждый в меру своих сил, правильно же? Вы, у вас один талант, у меня другого, у меня нет талант. Я вот на работе не могу справиться. У меня их 8 человек смена. Один только более-более-менее там подвигается. А я уже там 6 лет работаю. Вот труда сколько. Мало того, меня один убить хотел вообще. Мало того, меня с женой повесить на столбах хотели. Это прихожане с Петра и Павла. Ну, я говорю, слава Богу, хоть чем-то я послужу примером, что меня здесь повесят на южном на столбе. Вот и все. Правда, и давно было, но так и не повесили. Может, слава Богу, а может, нет. Вот в чем дело-то. И там такие же они все. Ну, может быть, как-то... Ну, я не знаю. Есть занятия? Ну, давайте занятия. Николай, я поясню. Можно, Игнатьич, можно я скажу? Брат, ты хорошо сказал о том, что мы уклоняемся часто от темы наших занятий. Вот прочитали мы стих, мы всего один стих сегодня прочитали. И прочитали толкование Фиалка Болгарского на этот стих. И дальше мы пошли в другую сторону. Однако наша жизнь, она вот сама по себе, наверное, и выводит нас на эти злободневные темы. Это первое. Второе. Я могу... Вот наблюдаю за братьями и сестрами, но больше это сестер касается. Брат правильно сказал, что вот после того, как начались вот эти как бы сближения с зарубежной церкви, которой мы принадлежали и принадлежим с московской патриархией, многие склоняются в сторону. Да там то же самое, да там же так же богослужения идут, да там же такое же причастие, такие же священники, и все там хорошо. И начинается вот это вот помутнение, называется. То есть замыливание глаза, что мы уже не видим этих моментов, которые должны опасаться. А мы должны о них всегда помнить, если мы говорим о том, что прежде всего мы должны беспокоиться о спасении своей души и ближних наших, то есть братьев и сестер, которые находятся рядом с нами. Если мы об этом будем забывать, если мы будем говорить о том, что все так же хорошо, одно к одному, как показывают глухонемые, тогда мы попадем в яму. Вот поэтому хорошо, что мы уклоняемся. Конечно, нужно придерживаться регламента, я согласен с тобой. Но это бывает нечестно опять. Так я пояснить здесь хочу, какое дело. Видимо, мы... Три ролика подряд одно и то же. Практически-то ведь это намного труднее, чем теоретически. Вот коснулись, я не знаю, тут какой стих даже считали, а разговор зашел о том, что о монашестве, я зашел, говорите. Разговор о девстве был, о девстве, вообще, не о монашеском девстве. Ну, а то как раз, а то по теме. Ну, как по теме. Монашесто и есть девство. Здесь нет такого. Ну, хорошо, я в крестите-то не монах был. Монашесто без девства может быть? Нет. Вот и вопрос, чтобы взял. Все монахи ссылаются на Иоанна Крестителя, ссылаются на Богородица, она первая была и на Киня, и прочее. Это никак не обойти. Если же хорошо тебе одному быть, для монахов это обоснование. Вот о монашесости говорится. Они прямо ссылаются на это. У вас переход был совершенно плавный. Дальше пошел разговор, я слышу, уже говорят об Осипе. Я согласен? Он должен смотреть на результаты, делается или не делается. Указ издан. Ты поставил пятерку. Живут они, портят тысячи людей на единицу, на двойку. Ну, у него-то связь-то не моя. Он мог патриарху. Ни одного раза нигде не написали об этом. Даже я не слышал, это не может быть. Вот мы говорим о чем. То есть, вот это лицемерие, вот это, или карьеризм, или что-то, страх ского из человека. Вот преподаватель должен был поставить преграду этому, хотя бы в одном городе Москве. Это мы говорили об этом, это тоже в тему. Ну, иначе, ну, мы будем изучать, как говорил Пелак, память хорошая, запомнили наизусть. А толку-то? Я конкретно говорю об Осипе. Его человек, отступник, у которого, ну, все абсолютно попрано было. Мне, наконец, он нашел такую ячейку, и каждый раз хвалится, а я Осипова слушаю. И о чем бы ни сказали о посте, он все прикрывает Осиповым. Если этим именем прикрывает сегодня любое беззаконие, и одновременно считается, чтобы верующим быть, это уже не просто симптом, а это крещащий факт беззакония. Как суметь так себя поставить, такому умному человеку, что тебя избирают в себе в духовнике самые негодные люди? Считают, что он их благословляет на это дело. А Писание нас учит святые отцы. Ты, говорит, избери такого учителя, строже которого нет во Вселенной. Вот какого найди. Самого строгого. Игорь Андреевич. Игорь Иванович. Да здесь вопрос-то шел не об Осипове. А Игорь говорил о том, что патриарх Кирилл, ни в одном его выступлении нет, значит, ссылок на Священное Писание. Я ему ответила, и тут же как бы попутно сказала про Осипова. Это не значит, что для меня Осипов кумир. Я слушаю как Осипова, так же я читаю Бринчанинова, и так же и другие братья и сестры. Это не значит, что Осипов для нас кумир. Не важно тому, кто беззаконник его берет. Я вообще говорю, зачем передергивать факты-то? Нет, это действительно так. Я говорю конкретно в человеке, которого знают, и который нашел для себя сегодня покровителя только в лице Осипова. Он не нашел нигде, что он обещает его в беззаконии. У него нет греха, к которому он не соприкоснулся, человеку, которому за 70 лет и живет в этом грехе. Его нельзя оттуда вытащить. Почему? Я делаю все, как Осипов говорит. Понимаете? Гитлер никого не убивал. Сталин ни одного человека не убил. Но вы знаете, что они сделали, как Ленин? Как говорит Дмитрий Смирнов, более отвратительное, более гнусное лище, если чем Ленин не рождала земля. Это намного хуже Гитлера. Это открыто выступает и говорит. Так и здесь. Если вы узнали, что этот рак, так вы и отступите. Вот они обо мне, патриархия, местная епархия, они печатали обо мне неоднократно материалы. Не слушайте его такой. Но заканчивали одинаково. Даже Антоний против меня выступает. Да, я уважаю этого человека. Он претерпел в годы советской власти. То есть, возвращай, у него строгое учение, чтобы... Какое мое учение? Чтобы соблюдали каноны, правила. Он не может то, что мне за столом, когда сидели, у меня обедали, он не может сказать, его сразу сметут оттуда. Они боятся. Они все запуганы друг другом. Да как Дух Святой это в тебе будет действовать? Духу Святому нужна полная свобода в этом. Мы говорим не о том, что где-то отсутствует. Это наши братья и сестры погибающие здесь. У которых таинства извращены. Сокращаются с украинцами счастья. Изменилось что-то? Ничего не изменилось. По сегодняшний день. Еще пять минут. Можно? Можно я тут даже скажу, чтобы меня тут перебили? Значит, во-первых, то, что сестра говорит. Во-первых, в церкви, то, что строятся там 1300 порушенных церквей. Во-первых, ну я быстро скажу тезисами. Церкви строить не надо. Не надо строить церкви. Нужно строить храм Божий в душе человека. Для этого должны быть катехизаторские курсы. Не простые катехизаторские курсы, а именно катехизаторские курсы, которые бы могли человека держать длительное время с человеком, который будет их преподавать. Допустим, ну не 500 часов там, как вот у нас было, 550 часов. Ну хотя бы полгода или год не менее. Тогда человек себя там сам узнает. Дальше. Такому человеку, то есть оглашенному, нужно быть именно оглашенным. Я имею в виду Кирилла Иерусалимского, который оглашал людей, вот это, у него есть огласительные беседы. Вот пока не будут выслушаны все эти огласительные беседы, на какой-то из этих бесед человек должен быть именно оглашенным признан. Как только он будет признан оглашенным, тогда ему можно будет посетить собрание святых, ну то есть богослужения. До этого закрыть богослужения для этих людей. Вообще никого не впускать в храм. Должно богослужение быть на нормальном, понятном языке, чтобы человек понимал, где он находится. То есть вот это то, что русский язык и так далее преследуется, это тоже к этому все относится. Вы об этом даже совсем не помянули, и никто из них не помянет. А люди придут опять в храм, даже будучи оглашенные и крещеные, и они придут под церковнославянское богослужение. И опять ничего не пойгут. И опять все то же самое будет. То есть я вам перечисляю такими тезисами, коротко, что должно быть. Они этого ничего не перечисляют. И то, что я вам говорю, это сказал еще Игнатий Тихонович в достопамятном том 96-м году, в начале, когда я только первый раз его слышал. Он уже это говорил, как нужно делать. А это они никогда не скажут. И самое главное, ни у кого из них, ни в интернете, ни в личном беседе никогда не увидите ни одной слезы покаяния. У них нет покаяния, им Бог закрыл это. Вот здесь вот слезные железы, они у них высохшие. Он никогда не будет плакать о грехах, которые совершил, или его сопастырь, и он сам. И вы будете их слушать. И третье, самое важное. Вы не заметили, но это очень заметно было, и любой скажет. Вот эти семинаристы, которые ругали, поносили, не только меня. Ну меня там, да, побить решили они, потому что я там какое-то слово не по их нему сказал. Ну это бы и побили бы даже, ладно. Разговор вот о чем. Какое-то время они это осознали, как это осознала и католическая церковь, когда пришел Мартин Лютон со своими тезисами. И через некоторое время они начали выставлять заслон. Это тоже понимать, сатана не дремлет, он понял. Если вот так все останется, они будут разбиты в пух и прах. Поэтому они сегодня в семинарах своих обучаются, как вам ответить, как замазать глаза. И вот таких верующих людей, истинно верующих, они вас по-другому называют между собой. Но им вас надо заблокировать, во-первых. Как это делал вот этот священник, когда мы благовествовали. Он просто братьев заблокировал, и они раздавать уже ни визитки не могут, ни Евангелия не раздают. Все. Хорошо, что у нас было несколько путей. Я в этот момент как раз раздаю. Смотрю, они там вокруг все, он скучковал, вокруг них суетится, там что-то бегает, орут. Я уже говорю, братья, бросайте вы этого священника, давайте занимайтесь своим делом. Ну и тогда там уже, пока не подошел, пока это, как говорится, там не воздействовал, я вижу, что там ничего не получается. Они блокируют специально. А до этого они вырывают визитки, рвут их. То есть у них это идет постепенно. И то, что они в интернетах, они вот такого там робота этого православного выставят, супер православного, вы даже не поймете, о чем идет речь. И дальше, если вы взяли где-то и что-то говорите о том, что они там правильно пишут по священному писанию, вы принесите мне эту проповедь сюда, или Игнатихничью. Я вам разложу его вот так вот, по всем статьям, там ничего не будет, ничего не останется. Вот, если вам надо подтверждение, возьмите какой там, третий том, четвертый, четвертый том, четвертый том, да, Игнатихничь. Вот смотри, подожди, когда. Где Кирилла, вопросы разбираются. Когда мы были в клочках, это у нас было 46 человек. Вот посчитай, в это время этот пишет, вот отсюда, вот посчитай слух, вот отсюда. Решили, выходит Виктор Андреевич, вот этот человек, и я ему даю газету, прочитать речь патриарха. К назначенному времени приехали в спортзал, приходит народ. Полтора десятка человек, половина детишки с любопытными глазами. Среди пришедших оказывается женщина, которая помнит Лапкина еще с тюрьмы. В конце 80-х годов его посадили за то, что на пленке наговаривал жития святых и архипелаг ГУЛАГ. Он был зэк, а она фершерица. Такая вот встреча эпоху спустя. Эпоху спустя, как выражается. Дальше. В начале проповеди Лапкин дочитывает из газеты «Труд» интервью на инижнего патриарха Кирилла, когда митрополита. Ну что можно сказать? Я материал какой принес. Патриарха Кирилла. Им это не надо. В это время они там на улице вызывают ОМОН. Старковники. Староста стоит матом и гонит. Ему Селасьян говорит, что ты материшься. Староста, царковная. Дальше. Что написано, читается. Священник должен выйти за ограду храма и пойти на улицу, на вокзал к людям. Это где? А говорит Кирилл. Арена нашей битвы. Жестокий и нередко враждебный окружающий мир. А кавычки. Это он говорит. А Тепляков говорит. И в это время? Тут враждебный мир дает себя знать. В дверях появляется довольно респектабельная дама и говорит. Я вам запрещаю проводить это собрание. Она никакого отношения не имеет. Но она ходит в церковь. И она пропитана вот этим духом. Никого кроме их на земле нет. Только они одни. И она привлекла кого-то, ей не надо. Здесь никогда в зале не было никого. И дальше. Это выясняется одна из местных прихожанок. Приказным домом. Так, пожалуйста, я спрошу. Кто это? Зинаида. Ее знают. Все, и она фотографирована, тут стоит. А старост этот недавно почил. Умер? Да. Ух, какой ужасный. Ужасно. И он матерится прямо. Материста ничего не может сделать. А ему в ОМОН говорят. Ну что, они там окна бьют? Да нет, не бьют. Ну людей там они бьют. Да нет, поют. А ОМОН отвечает. Ну и пускай поют. Неверующие люди. Им надо натравить. Это серьгианство. Придать. Приказным тоном она говорит клочковским старухам. Вставайте и пошли отсюда. На бабах-то да. Пошли отсюда. Старухи оживляются и отвечают. Ишь, раскомандовалась. Вот она зря таким приказаном. Да, ну вытесняют из зала. Говорят. Потом она звонила даже в ОМОН. Но ОМОН не приехал. Ну вот так. Они не могут быть другими. Это система их делает такими. Рад, с этой тезисом, какому тезису можно свести? Разделяй и благоствуй. Да, да. Я поэтому и говорю, чтобы сестры у нас не были братья. С этой женщиной она лучше стала относиться? Она очень изменилась. О. В лучшую сторону. Ну Тамара, ныне покойная сестра наша, она с ней хорошо потрудилась. И, в общем-то, у нас бывает иногда с ней связи, телефонные разговоры. Вот. Ну и так она расположена. Но, тем не менее, она боится общения. Потому что... Не разрешает еще общения. Потому что, представьте, какое рабство. Они следят друг за другом. Вот у меня в друзьях просятся священник. Я его не знаю, но я принял. Андрей Забуранный. Я вижу, ну, настоящий священник, такой пузатый, нормальный. Но, я-то слишком обманываюсь в этом. Я посылаю ему материалы крещения. Я знаю, что они не крестят. Я ему посылаю материалы крещения. Но если он настоящий-то был христианин, он бы сказал, вот это да, я и не знал. Ну, ладно, там, сказал там, иерусалимский какой, керосиновый там. Но главное, это патриарх-то наш не говорит. А я ему послал, что патриарх говорит. Но какая у него реакция была? Я не ожидал этого. Он мгновенно меня заносит в черный список. То есть я к нему не могу. И сразу объявил всем своим, а у него друзей там пять тысяч. Если кто у Игнатия в друзьях, я всех вычеркну, ни одного не будет. Но это еще не злоба. А люди эти совершенно не... У меня ничего кроме добра-то не получали там. Он их пригодил поповской власти, я вас сделаю изгоями. Я уничтожу вас, если вы всегда тем будете. Ну, и я выхожу утром, да гляжу, у меня там на 150 человек меньше. Ничего себе, я думаю, такого не было. 150 меньше-то. Но проходит время, один за другим возвращается. Я говорю, так вы у меня в друзьях были? Так отец-то Андрей сказал, как? Вот так. А я, говорит, посмотрел, у вас еще плохого нет. И примите меня снова, друзья. Я вас и не выгонял. Ну, и как пошли ко мне обратно, те же люди пачками обратно. А он в это время фотографии идет, он там, диверский, наголу надевает милиционеру чугунок. Лечит от головной боли. А потом себе наголу надевает чугун. Чугунной головой, да его сразу не пробить. Это не выдумываю, это реально, что со мной есть. Они не могут быть другими. Вот сейчас нас блокируют. Вот сейчас заблокировал опять дьякон. А за что? Он ни слова не говорит. Ни слова не говорит. Потому что не нравится Лапкин, кто с ним. Давайте пятеро нажимаем одновременно. Спам. И все, они заблокировали. Опять на неделю у нас не работает. 2800 человек отбили от нас. И люди приходят и говорят, а почему вас блокируют так сейчас? Мы ничего не можем сказать. Но это наша администрация такая. Я говорю, вы напишите, пожалуйтесь. У меня было, меня один раз заблокировали. Я пожаловался. Ко мне мусульманин залез. Взломал. Все перепортил. И с моей страницы стал рассылать экстремистские материалы. Уничтожать русские. Администрация. Это ясно дело на меня. Я говорю, я не мусульманин. Я не могу этого делать. Они меня сразу разблокировали. Но что интересно, пока он у меня находился здесь. И в это время заходит Самира. А я ей говорю, Самира, твой мусульманин залез, что делает-то? А он говорит, вот это свинья Лапкин за свинью Сысоева заступался. И поэтому я с ним так поступил. То есть убитый священник, это свинья. А что он ко мне залез, значит, он молодец, а я свинья. И она по-своему, видимо, там она как начала говорить, это не то. И он сразу вышел. И что интересно, поломанный пароль у дверей как клюш положил. Я сам к себе вошел. Вот она его пробрала как. Конечно, я просто рассказываю, как о прошедшем. А вначале-то мне тревожно было. Это все по делу. Если мы прочитали одного стиха, его бывает достаточно. Время и концов можно сказать? Я к этому. Памва, запомни имя. Памва, святой. К нему подошел один. И говорит, Памва. Памва. И ему говорит, хочешь видеть дни благи, удержи язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Он говорит, подожди. Так, удержи язык свой от зла и уста от лукавых речей. Так я пошел. Так подожди, я хотел, я проповедовать. Не надо, не надо. Он с недели, месяц ждет, наконец-то говорит, а что ты не идешь? Я говорю, еще те слова не притворил в жизнь. Я опять это сорвался, опять сказал. Удержи язык свой от зла. Так и не язык только, а мысли. Зачем мне дальше считать, когда я это не выполнил? Я считаю это совершенно правильно. Тепляхов пишет. Лапкин говорит одно и то же. Как учитель ученикам, которые не могут выучить дважды два. Я вынужден это говорить. Они не знают Писание, не верят в Бога. Вот и все. Вот сказали относительно патриарха. Вот я сейчас смотрю, выступает патриарх. Просто видно, таким он напором говорит. А то, что сейчас там где-то делается, ни разу. Вот я одно за другим. А то ты и другое слышала. Выступает перед огромными аудиториями. Ни Слово Божие ни одной строчки не говорит. И Слово Христос не произносит. А крестится вот так вот. Вот посмотри. Вот так вот сюда в карман. Ты посмотри, Владимир Владимирович Путин, когда крестится, он вот так вот крестится. Вот так вот, еще руку туда поднесет. Наоборот, я еще это понял. Это патриарх. Причем, сколько раз крестится, еще патриарх ни разу правильно не перекрестился. Такому маханию бесы радуются. Или патриарха не радуются, ангелы радуются. Это я на Златоуст еще не читал. Это обман. Представь себе. При патриарх приезжает. Я не знаю, там Почаевская или какая. И лимузин один за другим выбегает охранники. И его туда заводят. И везде там, видимо, снайперы или кто. Ни одного человека по пустынным улицам, как инаугурация Путина была. Москва была пустая. Ни одного человека, ни одной машины, ни одного велосипеда нет. Ну, здесь-то люди-то есть. Но почему ни одного человека-то не показывают-то? И только показывают. И стоят взрослые, крепкие ребята. И вот так стрелками. Показана красная стрелка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро вокруг одного. А вверху написано. Кирюша совсем на Бога не надеется. Народ-то понимает. Кирюша совсем на Бога семь здоровых ребят, которые получают зарплату. Да разве Христос имел это? Или апостола Павла охраняли здесь? Ну, не жаль, мы ничего не понимаем, боюкаемся. Он такая же фигура. Его спрос будет большой. Надо сегодня ему говорить, пока он живой. Ну, и говорит. А я ему написал это письмо. На ответа нет. И не будет, не получил. И сейчас, главное, в интернете выступает один и говорит. Я, говорит, прослушал ролик Лапкина. Ой-ой-ой. Он говорит, там, 32 раза в администрацию писал письма. 32 ответа. Патриархию за эти годы? Я около стада писал. Ни одного ответа. И мне кажется, никакой патриархии нет. Просто муляж ушастый. Вот это патриархи. Лисят эти, как уши. И они это вот в интернете сейчас муссируют. Это из интернета. Что я говорил в интервью? Вот и все. Если патриархия есть, вот сейчас мы написали. Пригласили. Ну, могли бы звонок. Они же мне звонили. Так, мы не можем. Владыка уехал в Москву, а без него мы не идем. Ни слова, ни полслова. Батюшка не в свое время приезжает. Вот неделю был назад. Едет в другое место переехать. Поезд останавливается. Столько маяты. Только для того, что они придут, чтобы литургию вместе. Ни одного нету. Батюшка говорит, ни разу не позвонили? Нет, так аж так. Ни разу. И я говорю, я и не ждал никогда. Этого не может быть. Дальше звонят. А у вас книги есть? Владыка Максим просит все ваши книги. Я говорю, есть. Ну, мы купим, мы за ценой не постоим. Я говорю, хорошо, приезжайте. Завтра я готовлю книги. Проходит больше месяца, ни звука нет. Ну, сказали бы, Владыка испугался. Или Владыка передумал. Ну, Игнат Тихонович, не надо нам уже. Ни слова. То есть это такое супер презрение народа. Они никого не видят, не знают. Я перед ними не виновен. Они мне позвонили с епархии. С епархии. Со мной разговаривает Беляев. Отец Сергий, секретарь епархии. Я сказал, приезжайте. Ну, мог бы дать отбой. Договорились встретиться потеряемки. Батюшка там барашка колет, шашлык готовит. В праздник к нам едут. Ну, не поехали, хотя бы сказали причину. Почему не едете? Это ни слова. Для них это нормальное явление. То есть общечеловеческие чувства у них выморочены. Все выморочены. Их нету там. Выжжены. Так не делают. Я вот приглашал. Уж никто-то. Главный банкир края. Он поважнее их. Песоцкий-то. Он звонит. Я у меня вызвали. Ставали, что на Москву меня не будет здесь. Ты же извини меня. Понятно? Краевая администрация там свободно звонит. Говорят. Баварин, мэр города, сам приехал сюда. Вот в это здание. Здесь ни одного звука никакого нету. Ясно, что мы что-то не то делаем. Я хотел еще концовку сказать. У меня мама вчера позвонила, передает поклон всем. Спасибо. В этой деревне Бугачева, где она живет, сменился уже четвертый священник. Сейчас у них новый священник. За какое время? За два года. Опять священник. И ни один из этих священников ни одного занятия не провел. Даже более того, ни один не провел просто беседы с людьми. Всегда куда-то бегут, всем что-то надо. Требы. По нескольку сразу каких-то этих храмов. Ни один только их храм. И мама плачет. Там все началось с того, что он сразу начал выяснять, кто тут лояльный православие, кто не лояльный. Новый священник. А там парнишка, он у них топит, 23-летний. А сейчас морозы такие. И он сразу уже к моей маме что-то привернул. И уже у него сестра Валентина, скажите, вот это тот, кто там топит Андрей, он благонадежный или не благонадежный. Парнишка там этот уголь ворочит, когда нету никого там, в такие морозища идут. Он все там проверяет. И ни одной копейки еще парню не заплатили. Мама в слезах такая, говорит, я не знаю, что думать уже. Я говорю, мам, перестать ты так переживать. Она так переживает, потому что она его кормит, этого пацана, получается. Она и туда, к отцу Константину ездит в воскресенье, а здесь в субботу и все. И, говорит, решила с матушкой, с этого батюшки познакомиться. Она с ней даже разговаривать не стала, матушка. Прошла, говорит, мимо и все. Я матушка, она даже не повернулась. Никто им не нужен ничего. Как, говорит, там будет дальше все, переживает за церковь. Понимаете, тут не Осипов никто не поможет, дожил бы духовное рождение. И тогда она около каждого человека будет останавливаться. С кем бы поговорить. Потому что она помощница священнику, матушка. Это самое первое рядом. И мы конкретно можем помочь. Мы показываем, как это сделать. Аминь. Руку поднимаем. Ирина Степановна. Я хочу сказать о том, что высказывание было Путина в пятницу. В пятницу или в субботу. Он говорит, что происходит на Украине. В Украине. Что происходит. Самое большое, говорит, мне огорчение принесло то, что в выступлении священника он вышел, вышел. И говорит, я вас поднимаю всех и благословляю, чтобы вы сейчас, все вот кто оппозиция поднялись, и шли, и вышвыривали тех правителей, против которых выступаете, из их домов. Что вы тут собрались, на этой площади? Идите, я вас благословляю, чтобы вы их вышвыривали. Путин говорит, я поражен. Разве может священник, как бунтарь, поднимать людей на бунт? Не священники ли они мир нести должны людям? И сказать, да тем более те, которые подняли, он на их стороне, и такое, вышвыривать. Это ли священник еще из домов? Из домов, из их квартир, говорит, вы швыривайте их. Мне больше всего-сего этого поразило. А ему потом говорят, а вот этот вопрос, почему вы, почему вы считаете, что вот вы сейчас взяли по каким-то ценам, очень низким, продаете им там газ? Вы почему так сделали? Он говорит, это одно с другим, это народ Украина, и народ, ну в общем это, он там признал, что он должен народу помогать. А то, что священник повел недостойно, он вот это такое, у него прямо был такой, такой вид. Так, это маленький, сегодня необыкновенный материал поставили, как украинские ребята учатся у натовцев на территории Эстонии, как вести партизанскую подрывную работу. На правильное действие мины, когда вставят, и потом издалека они нажимают, и мина выметается на расстоянии 100 метров. Никого нету. Как это высчитывать? Ножом, с автоматом, вниз головой спускается, проникает в здание. Натовские пришли, натовские преподаватели здесь, и они показывают, и среди украинцев, и там и девчата есть тоже. Кого готовят, против кого? Ясное дело, что это не за то, чтобы был мир. Да понятно. И об этом не говорить нельзя. Надо не хвалиться об украинском народе. Я хотел показать ролик Закураева, в виде ответа Чаплина, в поддержку Андрея Кураева. Давайте. Давай. Я думал, ты уже показал. Сядьте все, посмотрите. О, Сережа. Мы это уже смотрели. Это мы смотрели. Конечно, опоздался. Сережа, у него слабо все это. Это пение, тем более гитара все забивает, и слова ничего нет. Это не авторитетно. Я думал, Андрею что-то. Я вопросу за пение, это совершенно не нужное. О чем? О ком? О Мерезе. Ну, я же только перед этим молился за Кирилла, за всем, кто я с ним. Ну, я прям молился. Я же своим словом никогда не молился. Я не услышал. А кто будет молиться? Вы? Тогда что? У нас молитвен из-за Дин. Боже, милостью, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе, ты грешил, Господи, прости меня, грешно. Помилуй. За молитвы святых, Отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесную, Царю небесную, Царю небесную, Царю небесную, Утешителю души истинной. Святый Божий, Святый Божий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Божий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, досветится имя Твое. Да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он у небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот воскресный день. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам воспользоваться добрыми изобретениями этого Мартина и Тимофея. Благослови их. Помоги им, Господи, исполнить заповеди Твои и наследовать жизнь вечную. Ты сделал голос нас слышным по всему миру. Хвала Тебе. Будь милостив, прости, что не по воле Твоей было сказано и сделано. И защити нас от происков вражеских. Посети узников, табящихся за слово Твое, терзаемых, мучаемых, сожигаемых по всему лицу земли. И нас укрепи, чтобы, когда наступят гонения, никто из нас не оказался отставшим. Никто не посчитал эту временную жизнь дороже вечной. Тебе, Господи, хвала и слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Маленько не спешите. Чуть-чуть еще нужно. Одно дело. Я вот напомню, что это.